Народ не знает, что вы с девочками балуете? Не знаю. Не знаю? Да. Посетить это заведение гостям из Японии рекомендовал московский таксист. Кухню и другие услуги хвалил всю дорогу. Из аэропорта в гостиницу. Так что от соблазна иностранцы удержаться не смогли. В этот же вечер все делегации решили оторваться по-русски. Да вот в самый разгар праздника нагрянула полиция. Такого гостеприимства самураи явно не ожидали. Начали звонить в посольство. По каких звонков такой? Почему? Потому что я запрещаю. Пока что. Почему? Спасибо. Караоке-бар и хинкальная проверка показала, что в этом развлекательном заведении клиентов не только вкусно кормили, но и любили всей русской душой. Судя по этим восторженным благодарностям на денежных купюрах, удивить иностранных гостей сотрудникам удавалось. В одной из комнат полицейские обнаружили 11 прелестниц. Девушки заверили, они здесь выступают, занимаются исключительно пением. Я вообще-то певица, и что теперь? Спойте. Я теперь не могу прям тут петь? Ну да. Давайте я вам музыку включу и спою. Японцы же утверждают, что спеть эти девушки им обещали за 1000 рублей в час. Весь девичий ансамбль был доставлен в отдел полиции западного округа Москвы. Кроме того, оперативники обнаружили, что владельцы заведения незаконно продают своим гостям алкоголь. Без соответствующих документов и лицензий. В отношении юридических лиц принято решение о возбуждении административного дела. К административному наказанию может добавиться и уголовное дело за организацию притона. По всем установленным нарушениям будет принято процессуальное решение. Оказалось, что в одном из ночных клубов посетителям предлагают дополнительные услуги. Те, кому мало музыки и выпивки, могли по сходной цене расширить спектр развлечений и пообщаться с нетребовательными девицами, которые, видимо, в неглиже чувствовали себя вполне комфортно. На момент проверки в помещении помимо администратора находилось 19 девушек, приезжих из различных областей России и Республики Молдавии в возрасте от 21 до 35 лет, которые за денежные вознаграждения предоставляли услуги интимного характера клиентам данного заведения. Впрочем, девушки, даже, мягко говоря, весьма легко одетые, уверяли, что развлекаются здесь исключительно со своими бойфрендами. Ну, просто пришли с парнем и гуляем, чё вы? Ты работаешь? Нет. Кстати, сами молодые люди оказались гораздо более застенчивыми, даже прикрывали от камеры лица. Веселье им пришлось прекратить и отправиться по домам. А вот их прелестных спутниц, уже гораздо основательнее одетых, доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Хозяйке же этого заведения придется ответить перед законом за организацию занятия проституцией. Этот притон в центре столицы, как утверждают его обитательницы, и не притон вовсе, стриптиз-клуб. Владельцы мелочиться не стали и сняли помещение бывшего отделения банка. Вот танцпол в шестом, святомузыка, а вот и отдельная гардеробная. Туда и спешат девушки при виде полицейских. Ничего удивительного. Работниц ночного заведения стражи порядка застали в весьма пикантном виде. Кого в халате, а кого и в нижнем белье. В будущем здесь планировали даже обустроить бар. Но далеко идущие планы так и не сбылись. Нехитрый бизнес полицейские закрыли, лишив владельцев приличного, по всей видимости, дохода. За сервис повышенной комфортности посетителям злачного места приходилось раскошелиться. В помещении находилось 8 девушек из России и ближайшего зарубежья. Все они оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Это уже бордель попроще расположился в обычной квартире. На месте стражи порядка застали четырех представительниц первой древнейшей. Так вы предполагали услуги свои оценивать в какой сумме? Тысяча, две, три. Ответа участковый так и не добился. Однако согласно этой незамысловатой книге учета, цена здесь та же самая, что и в предыдущем притоне. 5000 рублей за час интима. В отношении девушек были составлены протоколы по статье 6.11 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть занятия проституцией. Всех ночных бабочек доставили в отдел полиции и оштрафовали. Организаторов в бордере ждут гораздо более серьезные проблемы. Автозапчасти для настоящих мужчин. Однако машины тут ни при чем. Эти визитки – замаскированная реклама интим-салона. Клиент звонит диспетчеру, тот ему все подробно объясняет. Например, что час любви с одной из этих девушек стоит от 3 до 4 тысяч рублей. Цена зависит от того, где клиент увидел рекламу и по какому из этих телефонов дозвонился. Сейчас жрицы любви раздосадованы. Вместо того, чтобы зарабатывать, приходится сидеть в отделе. Пару часов назад бордель навестили сотрудники полиции. Девушки, а вы там проживали? Там нет. Жили в других местах, туда приходили работать, правильно? Да. А рабочий день у вас как? Без разницы, как хотелось. Ну как, вы не устали? Устали. Мы ушли, ребенок не на руках устал. Сама пенсионерка, родители пенсионеры. Всего были задержаны 5 девушек. Всем им придется заплатить штраф. А вот этой даме повезло куда меньше. Я работала на 5-й Рощинской, в интимном салоне, в отчестве. И выполняла частичные обязанности администратора. Женщина скромничает. По версии следствия, 56-летняя дама сама организовала и контролировала преступный бизнес. В настоящее время, по данному факту, в отношении приезжих из вас, возбуждено уголовное дело по участии в первой статье 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. И по уголовному делу проводится расследование. За организацию занятия проституцией подозреваемый может грозить до 5 лет лишения свободы. Сотрудницы массажного салона, которые находятся в квартире на юго-западе столицы, старательно прячут лица. Они не желают рассказывать ничего о случившемся. На заведении, где они трудятся, был совершен налет. В утреннее время два уроженца северо-кавказского региона проникли под предлогом клиентов в массажный салон, расположенный на первом этаже жилого здания. Убедившись в том, что внутри массажного салона, кроме сотрудников, никого нет, а также отсутствует охрана последней с применением оружия, совершили разбойное нападение на сотрудников массажного салона. Злоумышленники перевернули вверх дном всю квартиру, искали ценные вещи, которые принадлежали массажисткам. Пока агрессоры рылись в дамских сумочках и обшаривали шкафы, одна из девушек все-таки смогла незаметно позвонить в полицию. Злоумышленники забрали деньги, выручку и мобильные телефоны. Однако уйти с добычей им не удалось. Мужчин задержали, когда они выходили из подъезда. Благодаря сложной работе сотрудников полиции, а также охранников частного охранного предприятия, данные лица были задержаны на месте совершения преступления. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории столичного региона. Если вы опознали этих мужчин, обращайтесь в полицию. При виде оперативников представительницы древнейшей профессии стали прятать лица. Испугались, что их узнают родственники и знакомые. Говорить же о способе заработка и вовсе никто из них не решился. В ходе проведения проверки оперативники установили, что в административном здании в подвальном помещении обустроена сауна, в которой располагалось несколько комнат, где оказывали сексуальные услуги. Жрицы любви оказались родом из Украины, Белоруссии, Молдовы и Ямайки. Возраст от 24 до 37. Час любви в нелегальном заведении стоил от 2,5 до 3 тысяч. А судя по бухгалтерии и конфискованной наличности, заведение приносило своим хозяевам до 30 тысяч рублей в день. На момент проведения мероприятия в заведении находился также администратор салона. Ей оказалась 26-летняя приезжая из Республики Белоруссия. За организацию занятий проституцией в отношении администратора салона было возбуждено уголовное дело. Остальные дамы отделаются визитом в отдел полиции и штрафом. И еще секунда и музыка затихает. Досуг посетителей ночного клуба прерывают полицейские. Причина – факт оказания интимных услуг в заведении. Оперативники зашли в самый разгар вечеринки. Девушки даже не успели спрятать наркотики. На столе атрибутика развязной жизни. Кайф именно из пятитысячной купюры лучше кокаин просащивается в ноздрю. Прикинувшись клиентами элитного клуба, полицейские пообщались с его работницами и сделали контрольную закупку. Во время беседы оперативники смогли договориться с тремя девушками о дополнительных услугах за вознаграждение, а также приобрести у одной из них наркотическое средство кокаин массы 0,61 грамм. Элитные путаны трудились в соответствующих условиях. Шикарные апартаменты, собственные гримерные и огромный гардероб с эксклюзивной одеждой. Чтобы товар пользовался спросом, к услугам жриц любви были лучшие специалисты салонов красоты. Ой, тут там еще и маникюр-педикюр делают. Мелагрес, Энигма, Жозель. Экзотические имена здесь классические псевдонимы. Клиентов развлекали 29 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. Оперативники задержали работниц борделя, изъяли их вечернюю выручку, а заодно проверили весь персонал клуба. В итоге полицейские оштрафовали всех жриц любви, а одна из них даже попала под статью Уголовного кодекса за сбыт наркотиков. Плюс к этому еще одно дело возбудили в отношении администратора ночного клуба за организацию занятия проституцией. Здесь обещали сделать фантазии реальностью и предлагали насладиться остротой новых ощущений. Умиротворенная атмосфера, которую в клубе гарантировали каждому клиенту, этой ночью сменилась на тревожную. В элитный массажный салон именно так позиционировало себя заведение нагрянули полицейские. Мне предложили здесь не только массаж, но и интимные услуги. Я заплатил 5000 рублей, на что меня провели в комнату и через некоторое время зашли сотрудники полиции. Представились, ну и провели задержание. Представители общественности нам пояснили, что информацию о оказании интимных услуг нашли в интернете, в сети интернет. И добровольно решили оказать помощь выступить в качестве закупщиков здесь. На официальном сайте клуба подробно рассказывали обо всех видах эротического массажа. Причем просили не путать его с интимным. Таким образом, были уверены владельцы, им удастся обойти закон. Помимо прайс-листа и откровенных фото сотрудниц, клиенты могли узнать их возраст, вес, рост и даже объемы. Для чего так подробно описывали обычных массажисток, мы решили спросить у этой женщины. Она, по данным оперативников, предполагаемый организатор интим-салона. Я вам еще рассказываю, что вы хотите. Нет, смотрите, здесь так цивильно, так здорово, значит, это все официально, правильно я понимаю? Да, это все официально, я ничего рассказываю, нет. Все, можете идти. А сейчас, да, можете идти. Салон по оказанию интимных услуг проработал здесь около двух месяцев. В апартаментах круглосуточно, без праздников и выходных, трудились три девушки. Две из Краснодарского края, одна из Самары. Перед тем, как выбрать девушку, клиенту предлагали присесть на диван и посмотреть видеоролик. По этому телевизору демонстрировали фото массажисток, и можно было выбрать любую понравившуюся. После девушка выходила в коридор и уже лично знакомилась с клиентом. Судя по этой комнате, становится понятно, что девушки здесь не только работали, но и жили. Обстановка почти домашняя. Двухъярусные кровати, кухня и отдельный санузел. Данный салон является сетью. Один из салонов находится на юго-востоке Москвы, и один салон аналогичный находится на юге Москвы. В процессе дознания мы будем выяснять обстоятельства работы других салонов. Жрец любви доставили в отдел полиции. За занятие проституцией им придется выплатить штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей. За организацию притона в отношении владельца нелегального бизнеса будет возбуждено уголовное дело. Теперь этим дамам только и остается, что скрывать свои лица под полотенцами. Три подружки работали в столичной сауне девушками по вызову. Девушки, какие последние книжки читали? Ой, мы не помним. У них нет высшего образования. Однако, по словам жрец любви, зарабатывают они куда больше столичных менеджеров и юристов. Вы нормально зарабатываете? Месяц сколько? 150. Сколько? По информации оперативников, задержанные девушки сотрудничали с руководством сауны. У администратора заведения полицейские нашли тетради с телефонными номерами клиентов. Правда, сотрудники бани уверяют, что к ночным бабочкам не имеют никакого отношения. Часто девушек заказывают клиента? Они сами заказывают, приходят, не мешаются, еще раз я говорю. Кроме девушек легкого поведения, полицейские вышли и на организаторов притона. В помещении сауны, расположенной на Воронежской улице, задержаны приезжие из Средней Азии за предоставление помещения для оказания сексуальных услуг другими лицами. В отношении задержанных возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Юг столицы, дом недалеко от третьего транспортного кольца. Неприметная дверь, табличка с надписью сауна. Полицейские уверены, сюда приходили не только попариться. Как считают оперативники, в этом помещении оказывались интимные услуги. И гражданин, желающий скоротать часок другой с симпатичной дамой, мог без проблем найти себе пару. Цена секса за два часа классического секса представляет 7 тысяч рублей. То есть две женщины получили 14 тысяч рублей. Правда, деньги барышни взяли вовсе не у клиентов. Купюры были мечены, а их передали дамам в ходе контрольной закупки. Вскоре гражданки поняли, вечер испорчен. И проституткам, и администратору сауны пришлось рассказывать сотрудникам полиции про свои трудовые будни. Были задержаны девушки, которые занимались проституцией. Также был задержан администратор сауны, который неоднократно по нашим разработкам оказывали услуги по поводу изыскания девушек для дальнейшей их занятий проституцией. Кстати, контрольные закупки в этой сауне проводятся сотрудниками полиции уже не первый раз. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует...